В сезон клещей продолжается. Уберечь своих питомцев от укуса паразита помогают специальные таблетки, ошейники, капли. Но при выборе средств от клещей нужно быть предельно внимательными. Есть средства, которые именно от подкожных клещей, есть средства, которые от эксоидов клещей, которые мы боимся и которые переносят самую нехорошую болезнь смертельную – это пероплазмоз. Читаем инструкцию обязательно, потому что есть средства, которые только от одних типов, есть средства, которые только от других типов. Пероплазмоз – инфекция, протекающая с лихорадочным, анемическим и желтушными синдромами. Болезнь не передается от животного к животному. Заболеть пероплазмозом собака может тогда, когда клещ выделяет яд в кожу животного. Признаки заболевания пероплазмозом – это слабость, это собака не ест, это собака вялая. Если вы владелец хороший, я думаю, что все держат собаку хорошую власть здесь, то вы увидите, что у собаки что-то не то, что собака плохо себя чувствует, что она раньше, например, бегала-прыгала, а сейчас лежит, не встает, что она кушала, а сейчас не кушает. Значит, тут же хватаем собаку и едем к ветеринару. Еще один признак – пероплазмоза, температура и темная моча. Если не принимать меры лечения, то у четвероногого откажут задние конечности, и спасти его будет проблематично. Питаем собаку, едем в ветклинику, берут анализ крови и говорят вам – пероплазмоз. Значит, колется сыворотка. Без сыворотки собака не вылечится, поэтому сыворотка обязательно. Единственное, что вам может помочь, если вдруг у вас воскресенье, хотя в воскресенье у нас одна клиника работает, но вдруг что-то не сработало, и ветврача вы найти не можете. Если у собаки померили температуру, повышенные, давайте жаропонижающие. Сезон клещей закончится с морозами. До этого времени своего питомца необходимо обрабатывать. После каждой прогулки проверяйте четвероногого на наличие паразитов.